И снова всем здрасте. Я только-только вот с улицы ездила на велике в пятерку. Давно не ездила вообще туда. Даже не ездила, не ходила давно, не было в пятерке в солнечном. Не знаю, что с ними случилось, но на кассе со мной нормально. Общались и карту спросили, баллы пропечатали, хотя там сто лет, раз сто лет бываю. Или сто лет не бываю. Увидела батончик один, который иногда на, в общем, на зоне бывает. Там миндаль, еще что-то. Короче, марципановый батончик с начинкой, не помню с какой. Тоже вот этот зентос, как я в Атаке покупала. Хоть мне девочка, я так поняла, Суглича говорила, что в комментах, что он уже давно Ашан, но на чеке у меня было написано так. Как там на самом деле, не знаю, если буду ближе, когда-нибудь буду, то зафоткаю на телефон название магазина, либо, может, на велике туда, как не сгоняй. Но мне сейчас там, в принципе, ничего не надо. Короче, в общем, этот батончик я впервые в пятерке пользовалась фигней, которая сканирует товар и говорит, какая цена на самом деле пропечатается в вашем чеке. И спишется с вашего счета или с налички, все-таки хочется делать. Короче говоря, не пропечатался, написал товар, не найден. Мне кажется, они, ну так как я вообще нигде не видела, то ли это уже какой-нибудь там снятый с печати товар, который когда-то продавался и закончился, и вот один где-то остался, то ли это еще только завезли, и только он вообще один совсем один, а там как раз ценники где-то местами менялись. Вообще, я вчера была у тети так немножко, скидывала фотки на ком, скажем так, и пыталась понять, почему интернет, кстати, вот как в деревне приехала, интернет на Билайне, на телефоне вообще практически не ловится в цветочном, на механке, кстати, тоже не ловится, связь как бы есть, а интернет не ловится. В смысле, на механке едешь на маршрутке или на автобусе мимо механки, раньше обычно там нормально с телефона все ловилось, тут нифига. В общем, оказалось, это не только у меня, видимо, или проблема с Билайном, или еще с чем. И, короче, этот, ужинала я там. И вот увидела я рыбку к картошечке, я думала, что это шпроты, оказалось, эта рыбка такая копченая-солененькая, и я поняла, что я хочу шпротов. Вообще, вот впервые, не знаю, за всю свою сознательную жизнь, по собственному желанию, хочу купить шпротов и поесть. Пару раз как-то покупала шпротный паштет, ну, чисто, может, он был по скидке, и я что-то так, ну, как-то это, ну, куплю так это что-нибудь, сожрать картошечки или там с хлебушком, или просто так, а тут вот реально захотелось шпротов. Раньше эти шпроты покупали, их как-то не то, чтобы не любила, ну, ела, потому что надо на праздники есть. Даже как бы от безысходности ела, пришел в гости, там шпроты, и вот все считают, что их надо есть. Ну, как-то так. Так, и бабушка до Новый год считала, что надо покупать шпроты, и вот хочешь, не хочешь, надо есть их. А тут я аж про запад купила, в общем, я решила обозреть вам, что я купила. Вообще, я поняла, что мне все-таки надо, чтобы у меня дома было печенье хоть какое-нибудь, а так как из всего печенья я воспринимаю по ходу дела более-менее нормально, только юбилейное, может, мне просто другое не попадало, если я забыла, какое я вообще печенье любила когда-либо. Опять живаю, габарнашай, пардон и тому подобное. И, короче говоря, забыла, как на English, помимо Excuse Me, еще что-то, там был какой-то пардон. Ну, короче, не суть важна. Ой, блин, и глазки что-то слезаться, и спать, и чихать-то что-то хочется. Я не простудилась, но что-то так. Я переоделась, конечно, но ездила я в топике, и так как у меня серые мои брючки, которые я так еще нигде не нашла, кирдыкнулись, то у меня снизу было теплое, более-менее такое, а сверху было летнее. Не то чтобы теплое, но штаны, которые я в Ярике последний раз, наверное, последний раз, когда была, покупала в Ярике в твоем, в твое штаны такие. Они полутеплые, а полу нет. И, короче, сегодня я пью какао. Думаю, сейчас делаю себе бутербродик с колбаской, там, которую в Атаке покупала. Делаю себе бутербродик, булочка у меня была чесночная. Я понимаю, что булочка чесночная откинула копытца, то бишь заплесневела. Ну, и пришлось мне одно какао без них топить. На завтрак, короче, в общем, печенье юбилейное. Я его как-то такое покупала в Атаке, там была какая-то дофига скидка, оно по 7 рублей было, я тогда, помню, накупила. Ну, там, чьи, там надо было 4 штуки, что ли, купить, и оно по 7 рублей, каждая выходила упаковка. И помню, нам с Дашкой, как-то оно у меня еще в гостях было, оно нам понравилось. Новинка юбилейная, настоящие ягоды с ягодами черники. Не настолько и новинка, потому что до 7 февраля и 8.08 оно сделано. Хотя я тогда его еще и раньше покупала. Так, вот так, да? И еще купила с клюквой. Оно что-то там по 26 было. У меня опять на 500 с лишним накупилось. А в прошлый раз в магните я оставила 600 с чем-то рублей. Я, по-моему, не знаю, не обозревала то, что я вчера в магните купила вечером. В общем, или обозревала. Вот мороженое там было, наверное, обозревала. В общем, вот еще вот такое с клюквой. Но клюквой, оно мне тупо нравится, моей тете нравится. Я думаю, оно всем нравится. В общем, теперь у меня есть 2 юбилейных печенья. Обычно бывают такие большие пачки юбилейного печенья по скидке, там 300 с чем-то грамм, но что-то их не было. Так, это я... Это у нас растет. Вот такой вообще первый раз вижу. Это этот самый разновидность. Я знаю, что есть черный. У нас оранжевый, как в моем детстве на механке был рост у второго подъезда, как раз у окна моей тогдашней, ну, как бы, одна из подружек детства Настя. Общая такая подружка детства Настя. Ну, в смысле, там нас четверо таких девчонок было вместе дружили, короче говоря. И, в общем, боярышник. Потом, в прошлом году, вот, собираюсь в эти выходные, если получится, в Выдры съездить, ну, с погодой, в смысле, если получится. Сегодня-то солнечно. Короче, Выдрах у родни. Такой оранжевый. Ну, или типа того. Теть Валя, он черный, а тут вот красный. Мне кажется, обычно красный как-то мягче, а тут красный такой вот. Вот. Как бы показать-то. Вот. С чем сравнить, даже не знаю. Вот, значит, флешка. Классическая. И вот эта ягодинка. Можно сказать, одна треть флешки. Я сейчас просто велик ставила и увидела его. Что-то до этого приехала из деревни, глянула. Вот, в сад ездила, как раз на велике смотрю, что-то нету. Думала, закончился, что ли, общипался. Смотрю, видимо, ведь плохо видела. Там еще ветром так подуло, смотрю, даже на нижних ветках. Я думаю, потом сходить. Не сегодня, а завтра вечерком. Там, если никто не обдерет, заберу. Он как раз не со стороны дороги, а сюда вот. Со стороны как раз к зелени всякой. К этому самому, между липой еще чем-то. К тем сарайкам, где у меня велик и у людей еще что-то стоит. Ну, типа к сарайкам. Гаражикам или как их там. Так что он вполне себе никаких газов не вписал в себя. К тому же у вас, в принципе, там не особо часто машины едят. Короче, я никогда не покупала. Но она стабильно мне попадается по скидке. А тут я замутила себе винегрет вчера, в общем, короче. Я забыла, что эта спекла долго варится. И надо было, конечно, ее поставить варить, допустим, сегодня. Или доваривать уже сегодня. В итоге я где-то опять 2 с чем-то, в 3 легла уснула. В 3 легла позавчера. Чуть пораньше, сегодня опять в 3. Очень хотела лечь пораньше. Вообще меня врубала еще в 11. Но у меня случилась эта морковь, которую надо было разобрать. Я поняла, что если я ее сейчас не разберу, то останусь без моркови. Потому что, как меня предупредили, что есть плохая, есть нормальная. Что вся нормальная тоже станет плохой. Даже совсем плохой уже никакой. Короче, сель по-исслански, филе кусочки, фишхаус, беловинные заливки. Никогда не брала. Ну, может, они нормально пойдут к этому, к винегрету. Потому что винегрет я все-таки сначала думала обычное делать. Потом думаю, а что? Ну, раз уж я пятерку поперлась, надо купить все то, что... Все 7 компонентов, чтобы были. Свекла, морковка, картошка. Потом этот соленый огурец у меня еще малосольный. Я тогда промалосолила. Его можно было есть уже на следующий день. Но я классический забыла. И он у меня уже, видимо, засолился. Моя тетя сказала, я говорю, а что с ним будет? Он говорит, а будет соленым уже. Короче, потом зеленый горошек, селедка и помидорка. Помидорка у меня как бы наша своя. В общем, вот что я купила себе эти шпроты. Там была поменьше баночка. 160 грамм. А это, по-моему, у нас 240. Вот такая же. Ну, состав такой хороший. И разница у них там что-то в 20 рублей была. Я взяла в итоге, которую изначально взяла побольше. Шпроты в масле. Деликатное копчение на ольховой щепе. Это кто у нас делает? 3О Балт Фиш Плюс. Псковская область. Деревня Щеглицы. Я что-то все зеваю-зеваю. Вариант сортировки. Вообще, я помню, что их лучше к вареной картошечке. Но, я думаю, может, они к винегритику нормально пойдут. В общем, у нас состав. Тут консервы из копченой рыбы. Шпроты, масли из салаки. Рыба салака копченая. Масло подсолнечное. Рафинированное. Соль поваренная. Пищевая. Нормальный, хороший состав. В общем, вот. Что-то около 90, 89, 85 рублей. Как-то так. Оно типа шло по скидке. Потом, значит, ГОСТ. Маки. Макерил. Хрен знает. Я сначала думала, что тут на русский. Но тут, походу, дело вообще непонятно на чем. Скумбрия. Бланшированное. В масле. Атлантическое. С ключом. Так же, как, кстати, вот это с ключом. Так. Что у нас тут состав? Рыба. Масло подсолнечное. Рафинированное. Соль поваренная. Пищевая. Перец душистый. Произведено из замороженного сырья. Ну, что делает. Так, 36 месяцев после. В смысле всего годности после вскрытия. Наверное, а 24 часа после вскрытия. Ну, когда-нибудь сварю. Может, тут какой-нибудь супчик. Или так, с картошечкой захомячу. И вот в баночке еще такие. В общем, ГОСТ. 280-2009. 2009 года ГОСТ. Спроты в масле натурального копчения. Капитан вкусов. Фирма. И состав консервы из копченой рыбы. Это у нас тут рыба килька копченая. Масло подсолнечное. Рафинированное. Соль поваренная. Пищевая. В общем, у меня тут из кильки и салаки. Я что-то взяла их так. В общем, одна где-то 1,85 с копейками. Другая 89 с копейками. Какая из них, какая, не помню. В одной 240 грамм. А в другой... А в другой ХЗ. Сколько? Сколько в те грамм-то? Где-то я ведь видела. На ценнике видела. 30 месяцев всего живет оно. Не знаю, сколько грамм. Я просто что-то подумала. Балочка никогда в баночках не видела. Тоже удобно открывать. Там крышечка, тут крышечка. А вот здесь ключа не было. Я глянула, значит, меня, Машкина, ну, моей сестры, одноклассная подружка, работающая в Светопуре, научила, как покупать зеленый горошек. И вот я поняла, что у Бондюэль, который у меня бабушка очень любила покупать, не всегда вот этот вот правильный горошек делают. В общем, тут должно быть написано из мозговых сортов. Консервы натуральные, стерилизованные. Горошек зеленый из мозговых сортов, высший сорт. Зеленый горошек свежим, мозгового сорта. Вода питьевая, сахар, соль, 240 грамм, масса основного продукта. Вот такой вот, 6 соток горошек зеленый. Что-то он, не помню, сколько стоил. Или 35, или 40, или хрен знает. Я купила себе какую-то грушу. Пакетик уже порвался. Она была мягонькая. На чеке, на кассе сказали, что это желтая груша. Ну, ладно. Я поняла, что она, видимо, желтая. Я купила себе булочку. Она была не то, чтобы тепленькая, другая была тепленькая. Ну, она, я так понимаю, свеженькая была. 11-19 она сваренная. Ну, в смысле, я вообще не знаю, как они. Но я думаю, все-таки замороженные пирожки какие-нибудь разогревают. В общем, у нас СП Буше. Гипфель с начинкой клубника 75 грамм. С чем, за хреначем? А эти еще чуть-чуть совсем теплые. Я купила себе, купила две булочки с сосиской. Люблю я булочки с сосиской, слоечки с сосиской. По 20 рублей 99 копеек. А это у нас 15 рублей 99 копеек. Вот прям на них написано эти 99. Еще взяла себе 4 плоских персика. Помню, у меня знакомая с левого берега очень любила эти персики плоские. А я как-то про них вообще ни слом, ни ухом. В общем, она меня их в свое время открыла. Вот я решила себе купить. Один даже помялся. Выбирала, чтобы они были мяконькие. Я сегодня планирую перевести то, что вчера не успела. Твою тамуру, 4 главу, которую с марта месяца аж не обновляла. Ибо нефиг брать на себя ответственность за редакт клин и теперь еще и тайп месть хамуры. Ну, в смысле, это помимо Ариэндропс своих проектов, вот как-то и сдвоенных проектов и прочих хобби. И вот не получается у меня пока себя так организовать, чтобы вот было совсем так вот. Ой, все, успевалась ягодка, упала. Короче, тут у меня горсточка этих ягод. Я сегодня планирую морковь потереть, ту, которую надо спасти от умирания, которая вот как бы не очень, как мне сказала тетя, есть нормальная, которая полежит, а есть, которая не полежит. Вот, которую не полежит, мне уверенно, почистить и потереть. И я вот хочу ее потереть, ну, в терку засунули, на пестрическую. И свою эту, кто она у меня. Короче, белорусскую помощницу, как она называлась, она этой на коробочке. И электрическую помощницу. И потом посушить ее в этой, в сушилке, вот заодно с этими ягодами. А то я никак эту сушилку-то не заюзаю. Тут у меня какой-то чек попался, не мой, но в пакет положился. А еще я купила себе, наконец-то, правда не в пачке, но она все-таки, тут написано, что она, во-первых, пригодна для всех видов консервирования. Ну, то бишь, она без йода. Славяна соль. Славяна соль, поваренная пищевая славяна. И состав у нее тупо соль, без всяких антислеживающих я. Ну, а пакетик у меня с собой был. Так, ела. Вот ягодка. Короче, вот такой у меня обзор жратвы. Ну да, тут, по-моему, все еда практически. Все-все еда. Всем спасибо, кто был до конца со мной. Если вам это понравилось, а вы еще не подписаны, то давайте это, как бы, исправьте ситуацию. Всем пока!